здравствуйте друзья вот я обычно и свои ролики в очередь ставлю то есть помогу не выкладываю чтобы не засорять канал на сегодня было нечто позвонил представитель русского стандарта очень я и назвал старший мазохист в общем слушайте это мне я думаю что будет в числе лучших и как-нибудь составлю плейлист лучшие и вот этот уж точно там окажется да дмитрий генич вас слушай день добрый ведущий финансовый эксперт устаршенко игорь сергеевич у меня зовут банк русский стандарт мудрый генич да он звонки ваши прослушивали на ютубе слушал внимательно смотрел сотрудники мои с вами работали мудрый генич правильно понимаю рассчитываться с банком ну то есть вы не намерены капитан очевидность так скажу капитан очевидность да все верно то есть я собственно и ждал этого ответа с долгами вы не ставите да я не должен блять я вашему банку ни хрена блять 20380 отдал что-то еще тут ха ха блять ебнутые там месяц да нет вы же постоянно разные суммы сами называли сколько вы взяли сколько вы отдали да я потому что точно не помню я просто знаю сколько я примерно отдал когда мне все вы знаете воно это дикимит мне все равно мне все равно сколько вы взяли сколько отдали слушайте да не все равно сколько вы взяли сколько вода для чего ну не знаю вот нет 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 и не надо чё правильно я так позвоню хочу где-то узнать действительно ли у нас дмитрий евгеньевич отказывается добровольно решать вопросы добровольно ты мне сначала объяснить что такое не добровольно а потом и пряму решение что Что такое добровольно, отказываешься, либо недобровольно? Объясни мне, что такое недобровольно? А? Недобровольно, ну, то есть, когда, вот, я видел ваши ролики, когда к вам коллекторские агентства, допустим, приезжают, пытаются вас взыскать. Ты видел, что с ними случилось? То есть, не кучу. Нет, да я, конечно, понимаю, Дмитрий Евгеньевич, я видел, что вы, как делаете. Тебя просто очередь настала мне позвонить. Тебя очередь настала мне позвонить, и ты, блядь, очко свое сжал, ну, блядь, сейчас получать опять пиздюле от этого Дмитрия Евгеньевича. А не за что на свою нещенскую зарплату? Да потому что ты чмо. Дмитрий Евгеньевич, да я впервые с вами разговариваю. У меня, знаешь почему, сейчас братан из Ленин, у меня жестячка просят. Мне жестячка просят. Вот сейчас с тобой тебе не повезло, жестячок будет. Вот, кстати, хрен, блядь. Хорошо, конечно. Слабородая тварь, блядь. Вместе со своими, блядь, сотрудниками, с которыми вы смотрите и дизлайки ставите. Вот этот ролик тоже там будет, и он наберет кучу просмотров, блядь. Это не представляешь. Да нет, я с вами, Дмитрий Евгеньевич, согласен, то что сотрудники действительно с вами некорректно работали. Еще. Безусловно вам звонили, безусловно пытались доказать. Да не только с нами, я просто к вам не на них испытываю, потому что у меня, ты же понимаешь, что у меня не только вот этот вот канал. Если вы смотрели, то у меня еще своя организация, АЛЯМ называется. Да, конечно, я прекрасно ее видел. И как же, и зачем, я что, идиот, блядь, вам платить, а? Вы даже в суд не идете. Сколько вам писем писать уже тут? Да ну, а какой смысл? Дмитрий Евгеньевич, я куплю. Вот именно, вот именно, какой смысл. Вы получили письма от меня. Вы понимаете, что со мной вообще каши не сваришь. Так же, как с моими клиентами. А какую ты кашу можешь сварить со мной? Ну ладно, давай, хорошо. Потихонечку, спокойно, без эмоций, потихонечку. Да, конечно. Какую кашу вы собираетесь со мной варить, господа банкиры? Из топора, если то. Ну, я не банкир, я всего лишь обычный служащий, правильно, работящий. Ну, я образно говорю, вся публика, которая в банках работает, господа банкиры. Вы же так к этому стремитесь. Так вот, какую кашу? Ну, почему нет? Я вас предупреждаю. Какую кашу? Какую кашу? Кашу, которую вы сварите, вам самим хлебать и придется. Из топора. Да, собственно, каши никакой нет. То, что вам раньше предлагали, якобы, приходите там. Сколько вам говорили, я вот смотрел видео, слушал, 800 тысяч, 900, да? Да, сейчас подешевле, да? Да почему дешевле, нет? А что, понимаете? Нет, меня вот интересует момент именно ваш, 2014 год. Где-то примерно в этом году, 2013, мы перестали платить. Да, да, да. А я же, да, я же, если ты канал мой смотришь, я все так и рассказываю. Я не всегда кредитным юристом был, я таможней занимался. Там можешь, по-моему, досье посмотреть торговля спецтехникой. Ага. Да, замдиректора. Так вот. Да ну, мне, честно, биография мне ваша не нужна. Я просто, стоп-сижан, когда вы перестали платить? Да, когда я перестал платить, когда я понял, что хватит. Сел, разобрался, потом посмотрел на себя в зеркале, и у меня волосы дыбом стали. Я себя возненавидел. Потому что я юрист, и я взял и просто сообразил, что есть закон, который вообще может легко и просто освободить любого человека от платежей, если он не может платить. А уж тем более от грабительских платежей. Вот и все. Потому что когда я понял, что я вам переплатил уже такую гору бонусов, думаю, а еще и перед этим у меня кредитная история была хорошая. Смотришь, и жена моя автокредиты брала, и я автокредиты брал. И чем я только у вас там не это сам, и все до копейки отдавал. А когда чуть-чуть затыки были, мне никто ничего не прощал, я переплачивал такие бешеные проценты. И что я думаю, совесть у меня будет или что? Что мне было поведено? Да нет, я с вами полностью согласен. А как я звонок, за честь звонка, скажи мне, пожалуйста, я просто за рулем по кольцу на дороге еду. Да, конечно. Вы же понимаете прекрасно, формально у вас был долг, от него никуда не деться. То есть как он у вас есть, так и есть. Будь его там продавали, выставляли в коллекторское агентство, там в суд пытались документы как-то отправить, он возвращается в банк все равно. Вы же прекрасно это знаете. Да невозможность взыскания его возвращают в банк. И что теперь? Ну невозможно взыскать, потому что я подготовлен. Я клиентов своих подготовлю. Я для вас такая кость в горле. Можете подготавливать. Верите? Нет. Есть и вы, грубо говоря, ваши клиенты. Это одна, всего лишь одна сотая часть наших клиентов, нашего банка. Ну это да, это когда нашего государства. Ну мне хватает. Мне хватает благодарных отзывов. На сайте посмотрите. Да, ради бога. Ради бога то, что вам хватает. Я рад за вас то, что вас хватает. Ты не можешь собраться с мыслями, сказать, зачем ты мне позвонил. Ну скажи, все хорошо. Ну что, ну говори мне, что ты хочешь. Я же звоню, узнаю вашу хритную историю. Почему вы перестали платить, собственно. Объяснил я тебе. Да, объяснили. Конечно, то, что вы не стали переплачивать. А вы помните свой 2017 год, когда вы приходили в банк, звонили, постоянно спрашивали, можно что-то сделать, что банк может предложить? Я думаю, вы, собственно, перестали поплатить, потому что вы, ну, можно сказать так, что обиделись на банку, что вам не пошло тогда навстречу. А я тебе не девочка, блядь, обижаться. Ты за кого меня считаешь? Я тебе что, блядь, пидор какой-то обижаться. А зачем тогда звонили в банк, просили, просили, чтобы банку поменять? Ты меня не слышишь, я тебе объясняю. Я не всегда занимался кредитами, я был таможенным юристом. И я не понимал, как устроен закон о банках и банковской деятельности. Стоило мне разобраться со всем этим. Я поменял срочно род деятельности. Сначала на себе все проверил, потому что только в русском стандарте. У меня... А что, Рина, что в русском стандарте? Кредиты. У вас? Да, у меня еще пять эпизодов. И никто из них ничего... Ну, я просто тебе говорю, что история не только на русском стандарте. Я все это на себе протащил, понимаешь, брателло. Все на своем горбу протащил, прежде чем начать предлагать людям. И вот я людям предлагаю, я уверен, что можно все сделать. И еще раз вопрос тебе задаю. Ты почему мне звонишь? Я вам звоню. Узнать. Как вы намерены вопрос решать с банком? А где вопрос? Обоснуй вопрос. Ну, как вы намерены решать вопрос с банком? У вас имеется долг, от которого... Вначале ты представился, что ты старший сотрудник, и там твои сотрудники. Я представляю, что у тебя... Да, конечно, действительно. А что там у вас в подчинении за сброд? Если старший сотрудник не может связывать мысли. Еще раз повторяю. Так вы же постоянно перебиваете, правильно ведете монологи. Нет, ну я тебя еще раз спрашиваю. Хорошо. Вот сейчас спокойно сформируй мысль, идею. Я давно уже сфабу сформировал. Задавай. Задавай вопрос. Ты что мне звонишь? Ну, я вам звоню, собственно, по вашим обязательствам, от которых вас никто никогда не освободит. Об этом буду знать только я и ваш ебучий банк. Причем банк, это структура такая аморфная, бездушная. Даже ты забудешь через полгода обо мне. Хотя я бы тебе не рекомендовал этого делать. Я бы завтра уже забуду о вас. Да, тем более, тем более ответ на твой вопрос. То есть об этом долге буду знать из одушевленных людей, одушевленных, прости, предметов только я. И как же у меня жизнь не испортится-то, а? Дмитрий Евгеньевич, а можете, пожалуйста, на вопрос ставить? Друзья, на, чуть-чуть умешаюсь. Сейчас эпик. Начало то, вы думаете, вот он перед этим дурковал? Нет. Он готовился. Вот теперь начинается эпическая часть этого диалога. Слушаем, внимание. Только я не знаю, там, у кого слабые нервы или там нарушена психика, кто не может себя сдерживать от смеха. Там, встаньте из-за столов, если вы обедаете, там, я не знаю, проглотите еду, вот на паузу поставьте. Только после этого продолжайте дальше слушать. Ну, допустим, да, действительно, сейчас вы все грамотно подготовились, освободили себя на данный момент от каких-то обязательств, там, 6-7 банков, сколько у вас там, неважно. Представляете, что будет в тот период, когда у вас, собственно, начнет период вашей пенсии, когда вы должны будете получать пенсию? Когда в какое производство именно пойдет? Ну, я руководитель успешной организации, это я. Ну. Какая пенсия, о чем? У меня бизнес семейный, на меня дети будут платить. Ну, и что? И дети мне будут платить. Знаешь, есть хорошая у богатых пословица. Лучше инвестиции, инвестиции в детей. Вот. В детей, все верно. Хорошо. Допустим, я переадресую этот вопрос моим клиентам. Они спросят, а мы тогда что? И что ты хочешь сказать, что клиент не сможет получать пенсию мой? Почему он будет получать? Ну, вопрос тогда, зачем ты это задаешь? Как кто удерживает? Почему? Вы в суд сначала подайте, блядь, а потом вспомните про субъектовой давности. Дмитрий Евгеньевич, а какой смысл сейчас подавать в суд, когда не с чего вас удерживать? А когда вы будете продавать? А когда будет возможность, а когда будет возможность, с чего удерживать, мы подадим заявление в суд. Когда я на пенсию пойду? Конечно. А ты же слышал о злоупотреблении правом? И что ваша претензия в суде развалится, как только появится. К тому времени я буду уже такой опытный специалист. Я уже и сейчас, в принципе, считаю себя достаточно опытным специалистом. Хорошо. Чтобы спокойно парировать ваши претензии. Во-вторых, я пенсию получать не собираюсь. Она мне не нужна, эта нищинская пенсия. И максимум, что вы получите с моей пенсии, если я ее вдруг буду получать, а я буду ее получать только лишь по старости, потому что я не работаю ни на кого сейчас. У меня своя организация. Это в лучшем случае, сейчас, на сегодняшний момент, половину этой суммы. Но я через суд добьюсь рассрочки. Потому что у меня будет показано, что у меня на содержании куча иждивенцев и так далее. Как мы делаем для наших клиентов? До 7% добиваемся рассрочки через суд. Есть такое заявление о предоставлении рассрочки исполнения решения суда. Это раз. И ты не забывай, что ты бред сейчас несешь. Кто тебе сказал такую чепуху, что через 10 или 20 лет банк будет подавать в суд? Да банк даже на балансе не будет держать этот кредитный эпизод. Он просто на кредитном комитете, куда тебе дорога закрыта навсегда, признает его безнадежным. Поверь мне, у меня банкиров, так же как и судей, и судебных приставов, и руководителей коллекторских агентств, очень-очень много. Причем банкиров, которые сидят в очень кожаных креслах. Поверь. И так и называется это кредитный комитет, который регулярно собирается, и пачка кредита признается ничтожным. Все зависит от того, как подготовился человек, что он сделал для того, чтобы этот кредит признали ничтожным. Потому что банку не нужен этот дырявый баланс. Банк ничего не теряет. У банка нет денег как таковых, как вот у человека в кармане. Все это от центра банка идет. Или ты об этом не знал? Ну и что дальше? Так вот, что он ты делал. Банк не несет никаких убытков, и никто в таком заочном формате даже не планирует суд на граждан подавать. Хорошо, подскажите тогда, Дмитрий Евгеньевич, вот, а я спрошу. Ну, я тебе просто развернуто ответил на твой вопрос, сейчас только ты и спрашиваешь. Я тебя просто, ну, так для себя, слышишь ты или не слышишь? Ну, считай, что это не вам. Да, нет, слышу, слышу, конечно. Да, уже хорошо. Вопрос такой, да, Дмитрий Евгеньевич, да я себя слышу прекрасно. А еще оценивать, говоришь? То есть у меня с этим проблем нет. То есть адаптация к твоей речи тоже. Говори дальше. Говори дальше. Ну, что ты? Да, 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 Дмитрий Евгеньевич, секундочку, буквально, просто документы по вам открыли. Алло? Алло? Да, 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 Дмитрий Евгеньевич, документы просто по вам открывал. Нет, нет, вы что, Дмитрий Евгеньевич, я не толкнул. Такой, чтобы просто так сбрасывать. Я же не договорил с вами, правильно? Что-то мне изнутри подсказывает, что он надеялся, что я сброшу, да? Как вы думаете, друзья? По-моему, именно так и было. А я не сбросил, и разговор пришлось продолжать. Ну, давай, давай, конечно. Нет, вот я смотрю, вы говорите, что документы банковых уничтожают, да? Правильно, что ненадобность их, в принципе. То, что они возможности взыскания ненадобности. Я это не говорил, я сказал, что кредит, признается, никто. Что вы там с бумажками делаете, мне вообще пусть. А, ну, допустим, даже. А вот, допустим, вы говорите, что лучшая инвестиция – это инвестиция ваших детей. А, допустим, а у кого нет возможности, допустим, у бабушек, у пенсионеров, которые одни, которые одни? Вот еще тоже, да, вариант, пример. Вы понимаете, насколько прогнил это чмо на своей работе, что он, понимая, что с бабушек, пенсионеров взять нечего, допускает и с удовольствием это принимает как аргумент для того, чтобы со мной поспорить, что банк все равно будет трепать этих беззащитных стариков. Вы понимаете, вот с кем я сейчас веду диалог? С каким безнадежным типом? Которые одни. Так нет, я же тебя попытался ответить на вопрос, но ты ушел от ответа. Потому что этот вопрос подразумевал очередной вопрос тебе. Ты мне скажи, пожалуйста, то есть, если человек, мой клиент, по определенной степени подготовился так, что банк даже не подал на него, то есть забил на него, ты утверждаешь, что через, ну, допустим, 10 лет или 15 лет банк, увидев, будет мониторить этих людей и увидев, что, о, наконец-то у него появилась пенсия, начнет новые судебные действия и так далее, да? Дмитрий Евгеньевич, я вам хочу открыть тайну. Сейчас банк на данный момент с 2017 года поднял все договора, которые были ранее отправлены в архив. То есть сейчас работаем мы со всеми клиентами, которые были там в 2006-2005 годах. Я это почувствовал, я это почувствовал, я был очень сильно удивлен, я думал, меня забыли, обрадовался. Вы видите, друзья, что вы хотите услышать, я не знаю, услышали вернее в этом его заявлении, я услышал откровенно, что у банка этого русского стандарта не так курчавые дела, что он уже там берет за безнадежные вопросы. То есть, либо у этого идиота просто какое-то самомнение, и он считает, что его фантазии могут иметь место в реальной жизни, либо действительно им там что-то об этом рассказывают. Но я еще раз повторю, делаю свои выводы, что здесь уже не заработать. Естественно, судебная система прогнила, но не до такой степени, чтобы удовлетворять вот такие просроченные, такие застаревшие претензии. То есть я ему говорил, что существует срок исковой давности, что существует злоупотребление правом. Понятно, подать можно на кого угодно и в какое угодно время, но если человек хоть немного защищается, умеет защищаться, то это все разлетится в дребезги. Я ему дальше рассказываю про то, как это может отразиться на наших клиентах. Вот именно на людях, которые под юридической защитой, ну или в конце концов под защитой других организаций, либо сами соображают, что и как с ними происходит. Ну вот видите, а вы говорите, мы забываем. Нет, ну с 2014 года, 4 года прошло. Нет, я вам могу уча примеров предоставить, где клиенты 2100... Да я не верю, на мне же это не все, мы тоже же заткнулись одни коллекторы, только воздух портили, а потом хоп, из русского стандарта начали поднимать вопрос. Ну и что, ну хорошо, и что дальше? Ну вот вы говорите, допустим, в рассрочку вы там через год решите вопрос по рассрочке. Все могут не бояться. С нашими клиентами у нас пожизненная гарантия. То есть если человек 12 месяцев с нами просотрудничал, то если даже через 10 лет нарисуется на горизонте банк, с которым он к нам обращался, мы его возьмем под свою защиту и будем защищать. А чем, можно узнать, я понял. А можно узнать, чем вы лучше, допустим, той же организацией, как и таком? Понятно, юридические комментарии, понимаешь, в юридической среде некорректно давать комментарии об организациях, которые, ну, скажем так, осуществляют подобную деятельность. Я не знаю, чем они хуже, лучше я не изучал их методы. Ну вот, допустим, Дмитрий Евгеньевич, клиенты вот начисто, вот сейчас, которые договора поднимаем в архивы, они все обращались когда-то к защиту, ну, и юридические организации, которые говорят, что мы поможем вам, что действительно ваши проблемы. Да, они помогли в итоге. А я здесь причем. Они говорят, что вы проплатили. У вас тоже ежемесячная плата есть, правильно? У нас есть ежемесячная плата. Ты можешь посмотреть на моем сайте все условия. Там видеоролик целый. Да, конечно. Я понял. Дмитрий Евгеньевич, а, допустим, если вот ваш клиент не смог вам проплатить, допустим, ну, полгода не смог проплатить, что с ним? Даже не так скажу. Надо 12 месяцев платить нам. Мы будем вести дело до конца. Мы постараемся вывести банк судебный разбирать, в суде зафиксировать сумму долга. И тогда через суд либо признать кредит безнадежным, потому что судебный пристав исполнитель, проверив нашего клиента, выяснит, что человека взять нечего. Ну, либо снизить максимально, привести к комфортному платежу не те бешеные деньги, которые вы требуете из клиента, а нормальные. 500 рублей, 1000 рублей в месяц. Понимаешь? Человек будет регулярно... В месяц, да? Да, и будет гоститься тело кредита. Тело кредита, а не проценты, штрафы и так далее. Потому что через реестр судебных приставов деньги будут поступать именно на погашение тела кредита, на судный счет банка. А почему вы так не хотите сделать? Как? Ну, допустим, точно так же. Я, допустим, могу вам предложить... Вы что сначала подайте, проявите себя. Вы пострадавшая сторона. Если вы считаете, что я вам что-то должен, милости просим. Вот судья, если присудит мне законопослушный гражданин, я буду платить. А удовлетворять амбиции кредитной структуры, хамской кредитной структуры, которая мне кровь высосала так, так что, не дай бог, когда я не знал еще всей ситуации, пожалуйста, извольте, идите куда-нибудь, он в козе в трещину. И там мы это... Дмитрий Викторович, а подскажите, то есть я правильно вспомнил, если клиент у вас 12 месяцев не проплатит, то есть вы его отпускаете на вольное хлеба. То есть клиент сам по себе. Выбор человека такой, да. Если он не хочет нам платить по какой-то причине, мы не альтруисты. У нас вообще в этой стране... Ну все, я понял. Да, то есть человек должен с нами поработать, если мы сделаем все необходимое, вероятнее всего, с вероятностью, с вероятностью в 99% к нему вообще никто никогда больше не полезет. Из тех эпизодов, даже так скажу, вероятность 120%, что из тех кредитных эпизодов, которые он нам предоставит, к нему никто никогда не полезет больше. Вообще. Ни на пенсии, ни после пенсии, и вообще никогда. Понимаешь? Вот все очень просто. А примеры, собственно, есть к тому? Возьми на сайте отзывы, посмотри. Ну мы не так давно работаем, мы не 10 лет работаем на рынке. Ну вот, да. Я говорю, что примеров, а собственно, нет еще таковых. Я тебе это сказал, я тебе сказал, посмотри, пожалуйста, отзывы на сайте. Это раз. А во-вторых, за 5 лет люди, которые в самом начале у нас обслуживались, да, вот именно в течение 5 лет к ним никто не обратился. Что ты наставишь, что через 10 лет в банк? Хорошо, давай я тебе поверю. И я над этим поверь поработаю. Если появится эпизод через 5-10 лет, поверь, я с ним сработаю, с этим эпизодом. И мои сотрудники с этим эпизодом сработают, поверь. Очень даже легко, я даже рад буду. Если у вас, собственно, к тому времени еще будет ваша организация действующая, правильно? Ну, как варь, в гипотезе можно предположить, что меня не будет, а у меня будет их 5 подобных. Но я вот на данный момент не знаю. Ну да, такие же, я же правильно говорю, такие же, как он и так далее. Понятия не имею, какие они такие же. Ну, подобная организация вашего рода, которая тоже клиентам обещает за определенную плату денежных средств с помощью. Да откуда я знаю, что там происходит, как ты там говоришь? Ну, взгляните, посмотрите, вы же у нас везде все смотрите, почему не посмотрите? Как работают ваши конференты? Я вообще не берусь никогда комментировать и лезть в дела чужих, незнакомых мне юридических организаций. Это юридическая этика простая. Не обсирать, не хвалить, не рекомендовать. Вообще. А то, что там как-то, говоришь, шоколад какой-то, шоколад, что-то с ним там произошло, понятия не имею, что и как. И почему? Может быть, их компетенции не хватило, может быть, их клиентов нет, может быть, у них наоборот, они набрали клиентов да зашились. Понятия не имею. Я справляюсь. Вы справляетесь, да? Да. Слушай, я тебе подплатил, тогда моей судьбе работишься, я не понимаю. Подведем точку, Дмитрий Евгеньевич, давайте подведем точку, то есть нашего с вами разговора. Я правильно для тебя понял, правильно? То, что если мы сейчас, точнее, банк, русский стандарт, отправить документы ваши к суду, именно по судебному решению, если действительно суд признает, что вы должны определенную сумму денежных средств, вы готовы выплачивать. Я буду постельно исполнять решение суда, буду постельно исполнять решение суда, если судебный пристав найдет, что с меня взыскать. Хочу сказать, что это обобщенное исполнительное производство, потому что уже три банка попытку совершили, на данном этапе у меня есть исполнительное производство, но платежей по ним нет. Судебный пристав... Ну, потому что невозможность. Да. Да. Да, все, было приятно с вами пообщаться, Митрий Евгеньевич. Да, не ври, что тебе приятно, тебе сейчас трясти еще полчаса. Да, почему? Я получил, в принципе, удовольствие от разговора. Был достаточно приятный разговор. Вначале, я не спорил, что-то сильно грубили, хамили, а в середине более-менее нормально разговаривали. Это, знаешь, это я под тебя отстегал, а потом оттрахал. Ну, вот тебе, видимо, понравилось, да? Это мазохистский наклонский чувак. Давай лечись. Вот этого, блядь. Всего доброго. Дмитрий Евгеньевич. Друзья, ну, я думаю, что тут даже и комментировать больше нечем, вам все понятно, ясно. И я просто перенаправлю вас уже как нормальных людей, тем, кому интересна юридическая защита компании Алям, на наш сайт. Ссылочка на наш сайт есть в описании этого либо любого другого ролика на нашем канале. Также вот сейчас она появится в правом верхнем углу. Вот, пожалуйста, посмотрите, вот она. Это кликабельная подсказочка. На нее нажимаете, переходите на наш сайт. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Если вам нужна защита наших специалистов, пожалуйста, оставляйте заявку, так, как там написано, рассказано точнее. И мы вам перезвоним в рабочее время и будем работать с вашими кредитными эпизодами, сколько бы вы не были должны и на каком бы этапе ваши кредитные дела сейчас не находились. Но тем, кому понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, пишите комментарии по поводу услышанного, репост в соцсетях, конечно, и подписывайтесь, если вы еще не подписались на наш канал. Здесь очень много полезного. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Аля. До свидания.